добрый день друзья сегодня я сделаю обзор гортензии на устойчивость после дождя вчера у нас прошелся очень сильнейший сильный ливень я вам сейчас покажу как этот ливень перенесли мои гортензии начнем вот с этого ряда с этой части посадок это ванилла фрайс вы видите она до большие очень соцветия тяжелые стебли прочные упала упала позже я вам покажу как у меня выглядит растение которому уже больше 10 лет с ним все нормально но она сформирована деревом вот там вдали кстати меня растет лайм лаймлайт на штамбе он немного наклонился от свете ничего не обломала но в принципе все держится все хорошо держится вот этот развалившийся кустик на переднем плане это silver доллар и нужно думать как его формировать да потому что соцветий очень много все лежит после дождя пинки-винки мотыльковая гортензия как вы видите прекрасно все держит ничего абсолютно не упало все все хорошо держится еще один сорт который мне очень нравится прекрасно подходит для выращивания в кашпо в горшках каких-то ящиках это сорт be happy кустик невысокого роста где-то сантиметров наверное 40 я так думаю максимум больше 50 он не врастает компактный все держится прекрасно горит немного но у нас в этом году видите подгорелые листья но я считаю что он достаточно вынослив у нас в этом году а лет минимум 30 и в основном 30-35 вот это мельба фрес ну в общем соцветий не так много в этом году посажен в прошлом году кустик осенью ну немножко склонили ветки полные воды их соцветия в принципе держится извините даймонд рушь лежал весь я его приподняла утром и подставила опору небольшую огромные соцветия сами сами цветы очень крупные крупнее чем у всех я думаю сортов это самые крупные цветы из метельчатых гортензий и он тоже лег нужно думать как его формировать и и вот еще один развалившийся куст это сорт ливинг мэджикал кэндл он упал уже так давно еще до дождя он весь разваливался у меня при том что у нас дожди были фактически это был первый ливень за все лето нас засуха стоит и ложился он даже просто при поливе там из шланга я плеваю с душем на конце иногда попадает конечно на соцветия ну вот вкратце обзор ближе к осени я вам расскажу как я это дело буду обрезать как я формирую свои гортензии все теперь пока друзья до новых встреч